После небольших вынужденных каникул мы продолжаем свою работу. Красивая сказал мы, на самом деле я, потому что весь канал это один человек, то есть я злобный. И сегодня будем рассматривать замечательный мотоцикл Динка Акума. Чем же он замечательный? А тем, что этот мотоцикл недорогой, довольно динамичный и очень неплохой выбор для самого-самого начинающего игрока. Давайте поподробнее остановимся на нем. Это мотоцикл, как ни странно, двухместный, то есть водитель и пассажир. Встречается в трафике, но, к сожалению, в гараж его поставить будет нельзя, надо будет покупать. Цена невелика, 9000 долларов ГТА, доступна для всех абсолютно. Найти мотоцикл, чтобы попробовать перед покупкой, довольно просто. Встречается на стоянке в Дель Перо-Бич, либо в Ламесе на параллельных дорогах, недалеко от расположенного там НСК. Однако, никто не говорит, что мотоцикл нельзя отобрать у ботов и попробовать его в таком ключе. Итак, короткую информацию дали. Для тестов мотоцикл прошел полный внутренний тюнинг, ну и соответственно, тюнинговой версии Акума не имеет. А теперь, не откладывая в долгий ящик, приступаем к тестам. Итак, внешний вид мотоцикла. С чего начнем? Ну, очевидно, начнем с передней части. Что сразу бросается в глаза? У мотоцикла две небольшие фары, обтекателя нет, есть какой-то небольшой защитный щиток. Не могу сказать, что мне это решение нравится. Я люблю, когда у мотоциклов красивый обтекатель и небольшое ветрозащитное стекло. Не могу сказать, что этот вариант мне нравится. Дальше, что привлекает внимание? Никаких обтекателей на нижней части мотоцикла нет. Виден большой масляный радиатор, который находится под рулем и перед передним колесом. Дальше идет большой двигатель. Двигатель действительно огромный. Вот, обратите внимание, что даже верхняя часть двигателя, вся система его воздушного охлаждения располагается под массивным бензобаком. Бензобак мне максимально не нравится. Он огромный, слишком, мне кажется, большой для такого небольшого мотоцикла. И весь внешний вид мотоцикла из-за этого страдает. Если бы был обтекатель, он бы как-то скрадывал это ощущение массивности бензобака, но, к сожалению, нет. Очень здорово портит восприятие. Дальше у нас идут выхлопные трубы. Есть еще два варианта их расположения, мы их коснемся. Заднее колесо закреплено с двух сторон вилкой, потому что у многих современных мотоциклов колесо обычно закреплено только с одной стороны, там, где крепится цепь. Здесь нет. Здесь классическая схема из вилки, которая крепит колесо с двух сторон. Не могу сказать, что мне это не нравится. Мне нравится такой подход. Так, посмотрим, что теперь у нас вид от первого лица. Сейчас персонаж стоит на месте вместе с мотоциклом, поэтому гонова довольно высоко задрана. Когда вы едете на мотоцикле, оба прибора видны хорошо. И что касается у нас тюнинга. С тюнингом, к сожалению, все печально, потому что доступны только глушители. Это у него штатное расположение. Можно сделать более такой классический вид. С одной стороны боковой глушитель. И вот это вот довольно интересное решение с одной стороны. Это у нас турбина, которая ставится якобы на мотоцикл. С одной стороной воздухозаборная сатло. Ни фильтра, ничего нет. Вот так вот по песочку проедешь, он туда всосет весь этот песочек. И прощай, турбина и двигатель тоже. А с другой стороны выхлопная труба, которая, как вы не трудно догадаться, при движении на большой скорости будет выхлопные газы раскаленные, направлять прямо на правую ступню своего водителя. Довольно милое решение, ни щиточка, ничего нету. Кто в Rockstar так постарался, не знаю. Но то, что есть, то у нас есть. Так, что у нас еще можно из шика внешнего тюнинга? Окрасочка двухцветная. Посмотрим, что поменяется. Меняется бензобак и корпус под сидением. То, что вилка блестит, на это обращать внимание не надо. Она не перекрашивается основным цветом. За вилку и защитную раму отвечает дополнительный цвет. Вот, смотрите. То есть, при желании, если у вас хром открытый, или у вас имеется автомастерская своя, то вы сможете покрасить в хром, если любите так же, как я. Но этого делать не стал. Мне черно-оранжевая схема, нравится как-то больше. Эмблема банды. Ага, пожалуйста. Варианты выбрали, а эмблемы банды не видно. Ну, спасибо Rockstar. Очень гениальное решение по тюнингу. И на самое сладенькое посмотрим, что у нас с колесиками. Ну, самое интересное, что стандартное колесо, по сути дела, это первая опция по колесам мотоцикла, но в хроме. Плохо или это хорошо, не знаю. Меня все устраивает. Мне нравятся колеса в хроме. Спицы у него достаточно. Выглядит это неплохо. Вот, к сожалению, все, что мотоцикл может предложить по внешнему тюнингу. Дизайн у него несколько спорный, с моей точки зрения. Все бы ничего, если бы бензобак был поменьше. А так он добавляет какой-то непонятной массивности мотоцикла. И, судя по изгибу бензобака, при езде он водителю впивается прямо в живот. Довольно странное решение. Непонятно, почему Рокки это дело как-то не поправили. Ну что ж, не будем дальше рассусоливать. Давайте приступим к тестам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, давайте посмотрим, что с тормозами мотоцикла. Берем разгончик. Трассы немножко мокрые после дождя. Жалко, что при создании собственных трасс это не учитывается. Довольно много проскочил. Хотелось бы, чтобы меньше. Желтая отметка на полосе, черная опция H2. Это точка начала торможения. Нулевая точка. Вот она с отметкой. Со стрелкой такой. И проскочил мотоцикл довольно таки много. Давайте дадим ему еще один шанс. Потому что что-то мне кажется все-таки подвела трасса. Еще разочек попробуем. На этот раз повнимательнее. Нет, все равно результат тот же самый приблизительно. Вот она нулевая точка. Точка начала отсчета. И проскочил мотоцикл довольно таки далеко. Я не скажу, что у Акума плохие тормоза, но они срабатывают не моментально. Это надо будет учитывать в дальнейшем при участии в гонках или при активном маневрировании в трафике. Будьте, пожалуйста, внимательны с этим моментом. А теперь оценим возможности мотоцикла при езде на одном колесе. Но должен сразу предупредить, Акума относится к тем мотоциклам, которые совершенно не встают на заднее колесо, как бы вы ни старались. Только если с самого старта. Поэтому для выполнения дейликов или для того, чтобы набрать большую скорость, этот мотоцикл не подойдет. Видите? Он не встает на заднее колесо, как бы вы ни старались. Это его самый большой минус. И теперь посмотрим, как он встает на переднее колесо. Ну, на переднее колесо он тоже не встает. Поэтому, если вам нужен мотоцикл для выполнения дейликов, проезд на переднем или заднем колесе, Акума вам не подойдет. Также он не подойдет для того, чтобы в нафтайм-триале, для дополнительного разгона, когда мотоцикл встает на заднее колесо, он едет быстрее. Акума этого сделать тоже не может. Единственное, что вы можете сделать, немножко его ускорив, это наклониться вперед к рулю. Все. Других возможностей каких-то для ускорения он не имеет. Ну что ж, мотоцикл оказался не предназначен для езды, что на переднем, что на заднем колесе. Посмотрим, как он предназначен для езды по трассе. Так, это мой был косяк, это не мотоцикл. Управление у него чувствительное. То есть, когда я отклоняю стик, мотоцикл реагирует довольно резко на этот поворот. Слушается хорошо. Задержка на отклик очень небольшая. С трассы не улетает, задний мост не заносит. У него все в порядке с удержанием на дорожном полнотне, даже несмотря на то, что трасса абсолютно мокрая после дождя. Никаких сложностей нет. Прекрасно себя чувствует мотоцикл на трассе. Я даже газ практически не сбрасываю. То есть, маневрирует он очень хорошо на скорости, амплитудно. С амплитудным маневрированием тоже все в порядке. Мотоцикл позволяет это делать. И что у нас по управляемости? Управляемость, она практически идеальная. Ни больше, ни меньше. Все хорошо. Что можно сказать? Ну, я не знаю, как он будет конкурировать по скорости с такими монстрами, как Хакачу и Шатара. Тот же самый Шиноби, новый. Но для новичка это прекрасный мотоцикл. Он довольно быстро разгоняется. Он прекрасно чувствует, дорогу его не заносит. И можно даже попытаться что-то там в гонках поучаствовать. Если другого мотоцикла у вас нет, если вы новичок и хотите уже приобщиться к этому делу. То я думаю, что аккумулятор вам вполне позволит это сделать. Другой вопрос – это какой будет результат. Заключительный тест – это у нас проверка на грунтовой дороге. Чувствуется, что мотоцикл проседает по скорости. Эффекта мыла под колесами нет. Единственное, немножко приходится подруливать, чтобы он держал направление. Каких-то сложностей не вижу. Но и большого восторга от езды по грунту я не ощущаю. Чувствуется, что мотоцикл мог бы ехать побыстрее. В остальном никаких проблем с движением по грунту он не испытывает. Настало время подвести итог. И что хочется сказать. Несомненно, Динка Акума – это очень хороший мотоцикл. Обнадает хорошей скоростью, прекрасной управляемостью. Отлично держит дорогу и будет всячески радовать своего владельца. Которым, скорее всего, будет именно начинающий игрок. Или человек, который испытывает ностальгии по этому мотоциклу. Я отношусь ко второй категории. Потому что Динка Акума был первым мотоциклом. Первым транспортным средством, в принципе. Которое я купил на нафарменные деньги, начиная играть в GTA 5 онлайн. Поэтому этот самый-самый первый мотоцикл. Он участвует в тестах и будет оставаться у меня в гараже. Но не суть, отвлекся. Какой можно сделать вывод? Да, это выбор новичка. Очень неплохой мотоцикл. Но у него есть ряд негативных особенностей. Это какие особенности? Это невозможность вставать на заднее колесо. То есть, вы прекрасно знаете, что участвуя в тайм-триале или в гонках, вы часто встаете на заднее колесо, чтобы получить больший разгон. К сожалению, Динка Акума этого сделать не может. Кроме того, он не может вставать и на переднее колесо при торможении, как мы его установили в тестах. Это очень плохо. Почему? Если мотоцикл не может участвовать в тайм-триалнах и в гонках, то он может быть использован для участия в каких-то там на активностях ежедневных или в дейликах те же самые, где надо проехать определенное время на заднем колесе и определенное расстояние на переднем. Акума этого сделать не может. Что касается гонок. Да, вы можете на свой страх и риск попробовать участвовать в гонках, чтобы понять, что это такое. Но будьте готовы к тому, что игроки на Шатара, на Кокачоу или на Шиноби, они будут с легкостью вас обыгрывать. Тут уже все будет решать везение и прямомота рук ваших и ваших противников. Ни в коем случае не буду вас отговаривать от покупки этого мотоцикла. Он дешевый, он хороший и будет вас радовать своим прекрасными характеристиками долгое время. Ну а если потребуется место в гараже, всегда можно его продать и купить заново, если будет такая возможность. Очень жаль, что Rockstar сделали невозможным езду на одном колесе для Динко Акума. Мотоцикл просто прекрасный, особенно за свои деньги. Но все мы прекрасно понимаем, что контент должен продаваться. И если бы Динко Акума мог вставать на заднее колесо, он составил бы нехимую конкуренцию. Пусть и недорогим, но хорошим мотоциклом вроде Хакачоу. Я уж не говорю про Шатара или про новые Шиноби. Как-то же надо внутреннюю валюту из игроков выкачивать. Ну что ж, оставим это на совести Rockstar. А мы будем с вами двигаться дальше. Будет еще ряд тестов про мотоциклы. Ну и про Racco XS, о котором вы просили, я тоже не забыл. В скором времени ждите его перетест. А с вами был Знобный Дверник. Спасибо вам за внимание, за терпение. Особое уважение тем, кто досмотрел до конца. Поставил палец вверх, подписался на канал, на Дискорд. Спасибо вам, ребята. Ну и до встречи. Увидимся в новых видео и возможно на новых стримах. Всем удачи. Всем пока, народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова